Четвертый тур премьер-лиги первенства Комсомольска на Амуре стартовал с матча к НАСА и УЗМАШ Автотрасс. От этого поединка зависело многое. Обе команды уже имели по две победы и одному поражению и с волями турнирных ошибок исчерпали. Авиастроители начали бодро, но как-то без зуба. Они доминировали на поле, но ударов с твороворот не было. Автотрасс оборонялся очень аккуратно, стараясь при первой же возможности уколоть машиностроителей контратаками. На 28-й минуте защитник НАСА УЗМАШ нарушил правила своей штрафной площадки. Сам получил от судей желтую карточку, а его команда пенальти. Форвард автотрасса Кривобок не промахнулся. 1-0. Второй мяч в ворота гагаринцев случился под занавес первого тайма. Ошибки защиты наслоились одна на другую. Гол твердоступово получился почти как на тренировке. 2-0. НАСА УЗМАШ не оставлял попыток переломить ситуацию. Каждый раз не хватало самой малости. Пытался пробиться в одиночку к воротам Евгения Смирнов. Были опасные угловые, но мяч в ворота не шел. Игра хорошая. Но как бы мне кажется, что сейчас второй тайм все равно молодые должны проявить характер. Тяжело, думаю, будет все равно удержать. Рисунок игры к НАСА УЗМАШ после перерыва поменялся не сильно. Это доказал нападающих. Татра за Кривобок уже на 9-й минуте. Гол был красив, гол кипербессилен. 3-0. Попытки обестроителей отыграться соперник пресекал. Иногда с помощью искусственного оффсайда. Собрано сыграли в обороне. Не допустили ошибок ихнему быстрому нападению. И наши нападающие забили молодцы. Три гола. Выполнили все установки тренера на игру. Полностью доволен. Настроение хорошее. Будем продолжать так играть. Автотрасс закрепил за собой первую строчку в таблице. А КНАСА УЗМАШ очень усложнил свою турнирную задачу. Задача у нас на каждую игру выходить, выигрывать. Сегодня это не получилось. На мой взгляд, по ряду причин. Но будем разбираться, убирать эти ошибки, работать дальше. Шансы еще есть. Они хоть и минимальные, но они есть. За них нужно цепляться. Во втором матче премьер-лиги играли между собой Лисеи и Шорт-2. В первом круге их встреча завершилась нулевой ничей. На этот раз заметно выросшая в мастерстве команда спортшколы, также могла оставить свои ворота сухими. У них это почти получилось. Только на 35-й минуте ДСИ нашел ключик к воротам Ярослава Боева. Опасную навесную передачу замкнул головой форвард строителей Сапаров 1-0. Этот счет сохранился до конца встречи. В первом дивизионе на поле строителя сошлись КНАСА во главе с Андреем Войтовым и КНАСА УЗМАШ-2. Практически в том же составе, что и в субботу против Автотрасса. На этот раз у молодежи завода сложности в завершение так не возникло. Они забили в ворота соперников 6 мячей, пропустив 2. Возможно, роль сыграл тот факт, что по регламенту турнира в первом дивизионе игра идет на поле меньшего размера. Такой формат, в котором проходит большинство городских турниров, привычен молодым футболистам. Стандартное же поле требует иную тактику и стратегию. Здесь одного задора и скорости недостаточно. Здесь на поле мы не сильно устаем. Мы помимо этого еще тренируемся два раза в неделю. В принципе, с этим нет никаких проблем. В остальных матчах в первом дивизионе авиастроитель разгромил сильный металлург 4-0 и поднялся на вторую строчку таблицы. АСАЗ, обыграв Кристалл 3-0, одержал первую победу в турнире и занимает пятую позицию. Во втором дивизионе КНАС-2 победил Экспресс, уступил энергии, но остался на вершине. ДДСК, обыграв Эверест и сыграв Нычу с Гиперионом, переместился с третьего на второе место. Динамо же, выиграв Эверест, потеряла три очка с МЧС и спустилась на третье место.